всем привет вы на канале все своими руками сегодня я вам расскажу как народным способом укореняют растения такие как тугодумы как розы например без корневина так как корневином как ни крути то химию можно переборщить и результат те ничего не получить черешки наши просто загниют я взяла обычную воду отстойную крана воду и что нам для этого нужно любое растение любое которое очень быстро укореняется это будет наш стимулятор так как корни этого растения будет стимулирует стимулировать воду это самый лучший корневин я взяла колюс обычный колюс который очень хорошо укореняется поставлю воду и возьму розочку розочку я обрезала с пяточкой вот именно с пяточкой они очень хорошо укореняется и тут же сразу же поставлю водичку полис у нас будет очень долго чей наоборот колюс очень быстро будет у нас укореняться и стимулировать розу которая у нас очень тяжело пускают корм тем более в воде вот такой эксперимент я проведу и покажу вам сегодня у нас 21 сентября эту баночку я поставлю на окно там где не попадают у нас солнечные лучи прямые и будем ждать и вам обязательно покажу что у меня получилось это можно любое растение брать тут тоже толстянку денежная дерево на тоже очень быстро укореняется в воде ну любые и ними же рядом ставить что-то такое тяжелое которое очень тяжело укореняется даже с корневином так что будем ждать сегодня у нас 18 октября и так что же у нас получилось когда туда посмотреть корни как колюса просто заполонили корень колес уже пора пересаживать уже давно пора надо было пересаживать также как у нас идея совсем другая мы колес не трогали мы смотрим на розочку вот она наша розочка вытащим она уже листочки сбросила почки в нее новый побег и новый побег у нее такой салат него цвета то есть нехватка азота нехватка азота потому что уже требует питания смотрим сюда видите уже все наша розочка готова в почву надо нарастила свои бабочки после этого она в земле спокойно пустит корни теперь нам нужно ее пересадить если бы в обычной воде это было такого результата мы бы не получили видите вот и подготовила горшочек который я посажу эту розочку укореняемые желательно чтобы нижняя эта почечка тоже заглубилась на одну почечку опускаем землю почва у меня легкая грунт торф здесь немножко песка так вытаскиваем полюс видите какой он заполонил уже все так ложим и вот этой же водичкой это которую ее не стоит выливать вот это же водичкой поливаем горшок хорошо поливаем так как он у меня земля сухая пропитается сейчас и я накрою его накрою его вот таким стаканчиком вот так вот у меня он будет стоять можно сказать практически до весны может до февраля месяца так как ему роза еще имеет свойство покоя колес я пересажу вот эту водичку я выливать не буду я немного подалью воды и еще нарезала колеса поставлю специально чтобы укоренялся для того чтобы поливать эту розу вот этой же водичкой сюда долью водички еще этот колес тоже нуждается уже давным давно в посадке так что такой эксперимент я провела провела удачно кому понравилось ставьте лайки и не забывайте подписываться пока